Константин, хотелось бы обсудить некоторые вопросы, связанные с экономическими отношениями между Беларусью и Россией. В частности, сейчас у нас на повестке дня очень остро стоит вопрос с поставками нефти. Но для начала такой более общий вопрос. Как вы думаете, вообще возможны между Россией и Беларусью отношения чисто экономические, без какой-либо политической подоплеки? Ну, вообще на этом мероприятии очень много говорится о том, что нельзя экономику ставить во главу угла, нужно не забывать про политику, про культуру. Я согласен с тем, что, конечно, политический фактор и культурный фактор крайне важен, но мне лично кажется, что если бы мы действительно научились говорить сначала на экономическом языке, это было бы гораздо проще. И на самом деле Россия при Путине пыталась как раз предложить именно экономизацию наших отношений. То есть на фоне 90-х годов, которые прошли в таком пустом балабольстве, когда страны рассказывали про то, что есть интеграция, изображали, что она существует. При этом мы видим, что все институты, они фактически не работали, и тоже СНГ превратилось в посмешище. Я имею в виду и как институт, и как пространство. И в результате идея-то и была, если мы действительно задумываемся о какой-то интеграции не на словах, не в кавычках, а реальных процессах, давайте найдем экономическую основу этому явлению. А потом уже политические, культурные все вещи, они вспомнятся и в этом плане наложатся на это. Поэтому я лично как раз убежден и сторонник именно такого подхода, и мне кажется, это вполне возможно, потому что экономика, штука достаточно четкая, потому что когда вы говорите про политику, про культуру, у вас очень много там абстрактных вещей, а экономика это вещь счетная. Поэтому есть цена на газ, мы ее можем посчитать, объяснить, что как. Здесь тоже много лукавых вещей, но если вы не врете, или точнее, если вы врете, вас легко поймать на лжи. Если Янукович говорит, что Украина платит самую высокую цену в мире, я просто даю данные, сколько стоит газ в Японии, в Германии, в Польше, и просто за 10 секунд доказываю, что он лжет. Вот и вся история. Поэтому экономика вещь счетная, а раз это можно посчитать, то и споров меньше. Но тем не менее, вот сейчас Беларусь получила очередной транш кредита Еврозес. Сейчас, несмотря на то, что условия, которые были поставлены, когда речь шла о предоставлении этого кредита, не были выполнены, я имею в виду условия по приватизации, собственно, только на треть, и то благодаря Белотрансгазу. Тем не менее, вот сейчас у нас льготные условия поставок нефти, то есть, несмотря на то, что у власти Путин, тем не менее, курса на экономизацию в отношении так и нет. Или вы не согласны? Ну, подождите, ну как, я с ним не согласен, почему? Потому что, ну, во-первых, определенные вещи есть. Вы коснулись с темом Белотрансгаза, у нас теперь единая система газотранспортная. Украина, как известно, полностью передала трубопроводную систему под контроль Газпрома. Теперь компания называется Газпром Трансгаз Белоруссия, то есть, это уже полностью дочерняя компания Газпрома. Я лично считаю это позитивным примером, потому что Украина все время у нее в головах какие-то кошмарные картины. Вот она отдаст трубу... Вы уже второй раз говорите Украину. Что-что? Вы просто второй раз уже говорите Украина, я думаю, что может вы все-таки голос хотите сказать. Нет, я имею в виду, что Белоруссия это позитивный пример того, как мы решили вопрос трубы, а Украина это негативный пример, потому что я как раз про Украину и хочу сказать немного, что у них в голове все время такие кошмарные картины, что мы отдадим трубу и все закончится. Мы видим, что Беларусь трубу передала Газпрому и ничего в этом плане негативного не произошло. Это интеграционный проект? Я думаю, да, безусловно. И все-таки здесь переговоры шли тоже очень много лет. Сначала 50%, прекрасно помните, Белтрансгазы было продано, потом вторые 50%. Теперь уже речь идет о том, что Газпром готов инвестировать в расширение газотранспортной системы Беларуси, о чем в прошлом месяце Алексей Миллер, посетитель правления Газпрома говорил. Да, мы понимаем, что здесь темпы, может быть, не такие высокие. И вы справедливо заметили, что условия кредита не были выполнены, но нельзя говорить, что ничего не делается. Если мы говорим про 90-е годы, вообще действительно ничего не было, ни одного позитивного примера. А сейчас есть и тема трубы, это тема важная. То есть я бы не стал просто, ну там подумаешь, какая-то труба одна, а других вопросов нет. Тема трубы, это тоже момент довольно значимый. Есть единое таможенное пространство, и оно тоже дает эффект, пусть это и не касается пока энергетического комплекса. Что касается приватизации, я думаю, что здесь просто это вопрос времени. Мы знаем, не секрет, что в Беларуси любят затянуть какие-то моменты. История с Белтрансгазом, как я уже сказал, много лет тянулась. Но рано или поздно это все равно придется сделать. И я убежден, что все равно белорусские активы будут приватизированы, это касается и калийного производства, это касается и двух нефтеперерабатывающих заводов. Очевидно, это не вопрос скупки Беларуси, не вопрос какого-то имперского мышления, которое реализуется экономическими методами. Просто объективно у российских инвесторов есть деньги, есть понимание, как эти заводы, не то что интегрировать, они уже интегрированы. Да, тоже нефтеперерабатывающие заводы, они интегрированы. Еще будут, кстати, более сильно интегрированы, потому что, вот элементарный пример, с нового года в России вступят в действие новые стандарты топлива, запрещающие использование топлива на российской территории ниже класса, чем Евро-3. Пока у нас полностью баланс нефтепродуктов не бьется, и нам придется где-то 1-1,5% завозить как раз из Беларуси. Но нет у нас такого пока количества топлива. Заводы не успели, не успели модернизировать, а правительство и Путин наставили на том, чтобы это было сделано. И я, кстати, абсолютно согласен, нужно немедленно перейти на новые стандарты топлива, потому что нельзя уже переносить. Но будем завозить из Беларуси бензин Евро-3, там не такой большой объем, но все равно это тоже будет... Я говорю о том, что белорусские заводы уже встроены в эту цепочку, и даже поставки бензина Евро-3 будут осуществляться на российскую территорию, и в рамках единого таможенного пространства это делать будет гораздо проще. Таким образом, я не такой здесь в этом плане скептик. Да, я понимаю, что активов в Беларуси не так много, хочется их продать подороже. История с Белтрансгазом тоже позитивная в этом плане. Я думаю, что цена за активы была чуть-чуть завышена, мягко говоря. Конечно, и калийные заводы хочется продать подороже, но я думаю, что все равно другого пути не будет, и эти активы будут продаваться. Что касается темы нефтепродуктов, о которой вы сказали, болезненные, но я напомню, что как раз несколько лет назад было решение этого вопроса. Ну, здесь вопрос, он достаточно же простой, он как раз связан, на самом деле, эта проблема, она же связана с тем, что наши нефтедобывающие активы и ваши перерабатывающие активы являются частью единой экономической цепочки. Здесь интеграция-то она, слава богу, существует. Мы поставляем нефть, вы производите нефтепродукты, они затем поставляются в европейские государства. Возникал вопрос, кто будет собирать экспортную пошину. Вопрос понятный, потому что, представьте, у нас единое таможенное пространство, мы везем беспошлиный нефть, перерабатываете, везете нефтепродукты, основная маржа, конечно, снимается при пересечении границы. Справедливо то, что все экспортные пошли на нефтепродукты будут попадать в белорусский бюджет? Мне кажется, нет, мне кажется, нет. Это вопрос решен, но тем не менее... Ну как решен, когда мы... Ну так вот эта история, вы же понимаете приказ. Это вопрос решили, все, значит... Но находятся другие лазейки. Правильно, правильно, так вот, вы же сами честно признаете, что это действительно лазейка из того соглашения. Да, решили, что пошлины с нефтепродуктов поступают в российский бюджет, бах. Вдруг резко смотрим, растет поставки лакокрасочных изделий, растворителей. Откуда такие поставки? Выясняется, что это просто таможенные махинации. Ну, мне кажется, это некрасивая история. Я думаю, что тут объективно надо понимать, что эти проблемы надо решать. Вопрос этот, каким образом будет решен? Или он уже закрыт? Было и было, или как? Просто непонятно. Ну, по прошлому, конечно, он будет закрыт. Никто не будет с прошлых поставок брать эти деньги. Вопрос, чтобы в будущем эту лазейку прикрыть. Пользовались этими лазейками, правда? Но тут тоже вопрос, как, кстати, лазейка. Когда вы просто один продукт оформляете, как другой. Это, знаете, слово лазейка, оно, конечно, красиво. Потому что лазейка обычно это законный способ. А здесь такая пограничная штука. Но я думаю, что главное этот вопрос сейчас решить. Как с точки зрения, вы будете решать проблему выпадающих доходов. Но согласитесь, здесь, мне кажется, что требования Российской Федерации были справедливы по этим растворителям. С другой стороны, растворительный бизнес, в принципе, он существовал не месяц, а гораздо больше. То есть мне очень сложно представить, что российская страна об этом не подозревала. Ну, вы понимаете, резкий рост просто, он статистически заметен. Но ясно совершенно, что стали оформлять эти вещи. А почему вы думаете, что об этом обязательно знали? Просто я думаю, что эта проблема была настолько незаметна, что, мне кажется, ей не придавали значения. Когда вы увидели эту статистику, потому что вы же понимаете, что рост поставок, то есть была какая-то, знаете, устоявшаяся практика. А когда вы увидите, что у вас поставки нефтепродуктов падают и одновременно ту же величину растут поставки и растворители, конечно, вы эти вопросы начинаете задавать. Хорошо. Тогда, ну, все-таки по нефти есть вопрос поставок на будущий год. Белорусская сторона хочет 23 миллиона тонн, в прошлом году было 18. Как вы считаете, вот 12-го числа будет союзный совмин? Удастся ли договориться Мясниковичу с Медведевым по этому поводу или нет? Ну, я абсолютно убежден, что здесь главная проблема не объем поставок. Потому что объем поставок, он был снижен в качестве реакции на вот эту практику, которую мы с вами только что обсуждали. Поэтому эта нефть есть, и в этом плане нет проблем эти 5 миллионов найти. Мне лишь накажется, что все-таки здесь компромисс будет найден. Все-таки история наших отношений показывает, что у нас все доводится до критической точки. Но когда отступать уже некуда, компромисс будет найден. Ну, в принципе, я думаю, что, скорее всего, эту лазейку устранят. Объем поставок вырастет до 23 миллионов тонн. Я, правда, не исключаю, опять же, исходя из нашей практики, что каким-то образом все равно часть выпадающих доходов Россия каким-то хитрым способом, опять же, компенсирует. Может, там очередной кредит или что-то. Но здесь навстречу Белоруссии у нас принято идти. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но это происходит. Ясно. Вот вы говорили уже немножко про газ и про Украину. Я хотела узнать, возымел ли какой-то эффект в отношениях с Украиной вот эта игра с Белоруссией, увеличение транзита на 30% в следующем году и так далее. То есть Украина как-то на это реагирует. Будет какая-то там для России положительная реакция в этом плане? Ну, я бы не сказал, что это игра. Почему? Потому что Газпром делает солидные инвестиции в Белоруссию. Я бы не назвал это игрой. Другое дело, что опыт газовой интеграции с Белоруссией, конечно, используется как позитивный пример для Украины. Я немного об этом говорил. Но, к сожалению, вы знаете, Украина это совершенно фантастическое государство. Поэтому мы и массу примеров привели. И позитивных, и негативных ничего не действует. Потому что, ну, казалось, действительно, возьмите белорусскую модель. Еще раз повторю, никто Белоруссию не аннексировал, не оккупировал. По трубе никакие танки не пошли. Цена на газ, как известно, была существенно снижена. И сегодня стоимость газа для Белоруссии, как известно, ниже 200 долларов. А Киев платит 435. Им предлагаются абсолютно те же условия. Абсолютно те же самые условия. Цена на газ в 2,5 раза могла бы упасть для Украины. Решите вопрос с гос транспортной системой. Ничего не действует. Более того, не секрет, что мы оказываем и не только давление пряникам. Ну, в данном случае я Белоруссию пряником считаю. Потому что, как я уже сказал, это успешный опыт газовой интеграции. Мы и кнут показываем, потому что закончится строительство двух ниток Северного потока. На той неделе, вот я лично участвовал в церемонии первой сварки Южного потока под Анапой. Но, опять же, Украина такая реакция. Ах, там, нет, все равно вы нас пугаетесь, снова вы ничего не построите. То же самое, помню, говорили про Северный поток. Построили. Нет, все равно, вы знаете, вот, к сожалению, здесь, вот как раз политизация мешает. Потому что 20 лет украинскому народу твердили, что ни в коем случае не отдадим трубу. И, понимаете, все свели к тому, что вся государство из Украины, знаете, как жизнь Кощея в игле, так вот вся государство из Украины в этой трубе. Отдадим трубу, потеряем Украину. Вот этот миф, он просто вот в голове качует. Там, знаете, партия свидетелей трубы существует. Это как религия уже такая. Это настоящий кошмар, но что с этим делать, непонятно. В этом плане пока пример Белоруссии, к сожалению, на Украину не действует. Видимо, там страна более иррациональная, чем ваша. Ну, наша тоже иррациональная. Ну, вообще, да, в спор философский, не будем доходить, но, по крайней мере, еще раз говорю. Да, там можно массу вопросов задавать, но какие-то экономические темы мы закрываем. Закрываем. Ну, тяжело, да, потому что там может тоже говорить, как образуются цены, например, на активы, на тот же Калий. Как президент Лукашенко говорит, что это стоит столько. Непонятно, это тоже, это не экономические оценки, не due diligence, непонятно, как это берется. Здесь есть некий элемент иррационального, безусловно, хотя это иррациональное, порождение, мне кажется, рационального. Хорошо, но вы говорили про положительный опыт в плане Белотрансгаза, тем не менее, есть и, в принципе, отрицательный опыт для российских инвесторов. Примеров достаточно много, не только в энергетической сфере, ну, собственно, в энергетической окрасе нет. Не пугает ли российских инвесторов этот отрицательный опыт? Какой вы имеете в виду? Ну, там, я не знаю, если начинать вспоминать историю с Балтикой, ну, вот сейчас, допустим, у нас известная была история с кондитерскими предприятиями, Спартак, Коммунарка и так далее. То есть, ну, таких примеров, это не единственный пример. Ну, вы знаете, здесь, я думаю, что наши бизнесмены, если мы говорим про серьезные компании, их, конечно, это не совсем пугает, потому что понятно, что они будут пользоваться поддержкой российского государства, они это чувствуют. Что касается среднего бизнеса, да, вы правильно говорите, история негативная здесь существует, но, на самом деле, будем откровенны, в России тоже не самые комфортные условия ведения бизнеса. И я сам знаю примеры бизнесменов мелких и средних, которые инвестиции из России, как ни странно, переводили в Белоруссию. Здесь есть и некие позитивные моменты, потому что не секрет, например, что в России тоже довольно распространена практика и рейдерства, и силового рейдерства, и силовые структуры участвуют в отъеме бизнеса. В этом плане, постсоветское пространство, наверное, не самое благополучное место для инвестиций, но, в целом, я думаю, что по некоторым вопросам, по сравнению даже с Россией, для среднего бизнеса в Белоруссии не самая проблемная страна. И по сравнению, кстати, с Украиной, где защита прав инвесторов, несмотря на всю демократичность, находится просто на катастрофическом уровне. А какие будут у вас предположения по поводу каких-то конкретных интересов российского бизнеса сейчас в Белорусске, могут быть ближайшие сделки, в течение какого времени это возможно, ну, с учетом обязательств перед антикризисным фондом Евразес? Нет, ну, понятно, что основная проблема была газовая труба, она решена сейчас на повестке дня, прежде всего, конечно, это вопрос калия и вопрос двух нефтеперерабатывающих заводов. Убежден, что это будет основной темой в ближайший год. Ну, с учетом затягивания этих вопросов, все очень сильно зависит от того, когда наступит вторая волна экономического кризиса. По моим оценкам, это должно произойти весной-летом следующего года. Я просто думаю, что приватизация в Белоруссии будет очень сильно подстегнута именно второй волной экономического кризиса, просто деваться будет некуда. Поэтому я думаю, что если я не прав и кризиса не будет жесточайшей в следующем году, то вопрос, конечно, затянется, а если я прав, я думаю, что в 2013-2014 году мы по калию и по двум нефтеперерабатывающим заводам вопросы закроем. Но это самые основные сейчас темы, которые на слуху у нас, и, конечно, нам российскому бизнесу это интересно, и при помощи экономического кризиса, думаю, что мы эти вопросы в течение двух лет закроем. Спасибо. Спасибо вам.